Когда разговор заходит о детях, я всегда вспоминаю пословицу. Познаком ребенка с аквариумистикой и у него никогда не будет денег на наркотики. Очень жаль, что во многих городах нашей страны слабо развита аквариумистика. Санкт-Петербург может быть хорошим примером в этом плане. В этом видео речь пойдет о будущих акулах в мире российской аквариумистики. О детях, из которых Светлана Кириллова делает настоящих профессионалов. И это не пустые слова. Меня зовут Светлана Кириллова. Я веду кружок аквариумистики в эколого-биологическом центре. Наш кружок называется Протоптер. Ну, понятно, что в начале такого действия, когда мы тут уже две недели носимся в пениумы и в общем все в организаторских всяких делах и проблемах, первым делом очень хочется поблагодарить всех, кто помогал нам в этом деле, не только в подготовке конфиденции, но и вообще в том, что наш кружок может развиваться. И вы видели, какие аквариумы у нас входят. По сути, все они подали в центру. Люди, которые дарят эти аквариумы, люди, которые перевозят эти аквариумы, люди, которые оформляют эти аквариумы, обслуживают эти аквариумы, помогают в этом. Все они причастны к тому, что сейчас детская аквариумистика, я бы сказала, переживает свой второй подъем, по крайней мере в Петербурге. У нас много аквариумных кружков, у нас много аквариумных мероприятий. И большое всем спасибо, потому что огромное количество людей помогает нам бескорыстно. Кто-то фотографирует наши аквариумы, кто-то помогает нам оформлять наши аквариумы, кто-то дарит нам животных для наших аквариумов. И мы всех помним и всем очень-очень благодарны. И отдельное спасибо моим ребятам, которые работают уже наравне со взрослыми. Многие, вот есть сегодня здесь моя ученица, которая уже работает в зоомагазине. По-моему, это очень важно. Вот такая вот преемственность, которую мы увидим на примере Олега, который учился в нашем центре когда-то, и теперь вот на международном уровне развивает направление, в общем, с большим успехом. Это здорово, и давайте вкладываться в это, потому что не все считается на деньги. И когда у детей, любимым домашним животным, становится компьютерная мучь, с моей точки зрения это неправильно. Пусть будет живой, пусть будет живой в больших городах. Мы постараемся дать этому место. Я вас всех приветствую и рада вас видеть. Спасибо. С Неклана Я познакомился на научно-популярной конференции «Природные биотопы». Она и дети, с которыми она занимается, полностью организовали выставку и кромечущих карпозубых. Кружок называется «Протоптор». Находится в эколого-биологическом центре, то есть там, где и проходила конференция. Прежде чем я расскажу о детях, хочется немного познакомить вас с их наставником Светланой. По образованию психолог, однако с живностью имея дело всю свою сознательную жизнь. Работала в Рижском и Ленинградском зоопарках. Профессиональной аквариумистикой занимается больше 20 лет. Кроме работы с клиентами, ведет мастер-классы по аквариумистике для разных компаний. Педагог в программе «Тетра-аквариум в школе». Вела клуб юного аквариумиста в живой воде. Неоднократно участвовала в различных конкурсах аквариумного дизайна. Участвовала в конкурсах по оформлению биотопных аквариумов. В 2012 году заняла третье место, в 2014 – второе место, а в 2015 – первое место. Кстати, с 2015 года в конкурсе начали участвовать ее ученики. И с каждым годом их все больше. В этом году будет участвовать 11 учеников. Некоторые из них занимаются аквариумистикой непрерывно 5 лет. У учеников много интересных работ, часто с необычными для конкурса видами гидробионтов. Стоит сказать, что на базе кружка более 100 видов аквариумных жителей и не менее 50 видов водных растений. 60 аквариумов общим объемом 7 тонн. Второй день конференции я пропустил. А он был посвящен биотопным флорариумам и террариумам. Александр Гатилов вместе с ребятами из кружка оформляли пустынный биотопный террариум. Стоит заметить, что данный террариум предоставила компания АРГ. Это отечественный лидер в сфере производства аквариумов, террариумов и даже журнальных столиков встроенным аквариумом. Компания, которая продает свои изделия оптом и в розницу. Более того, компания АРГ работает и с заказами по индивидуальным размерам и формам. Именно в этой компании были созданы индивидуальные лотки для оформления композиций в биотопном стиле. В прошлом году в кружок наведался сам Хайка Блехер. Немецкий исследователь, писатель, фотограф и режиссер. На счету которого даже открытие новых видов рыб. Он лично вручил ученице Ангелине Споршевой специальный приз. А сейчас предлагаю посмотреть два ролика, которые ребята снимали для проекта на телевидении. Митя успешно выступает на конференциях, участвует со стендовыми докладами, а его любимцы это испанские тритоны. Здравствуйте, меня зовут Митя Гайдуков. Я учусь в 244-м лицее, 6-й класс, мне 11 лет. И еще я занимаюсь на аквариумистике в эколого-биологическом центре, в Санкт-Петербург. Сейчас я расскажу о испанских или же игоистых тритонах. Тут в данном варианте представлены для нас. Этот тритон называется иглистый. По-другому его называют еще испанский или ребристый. Получил он такое название, потому что на ребрах у него присутствуют небольшие иглы. При опасности, если его сильно сжимают, он прорывает этими иголочками кожу рядом с бедрами. Дома у меня есть три аквариума. Двое из них с рыбами, но один из них на 10 литров, второй на 60. В третьем аквариуме у меня живут испанские тритоны, примерно такие же, как и здесь. Мне очень нравятся эти земноводные, потому что они интересные, и мне хочется понаблюдать за ними. Даша – ответственный владелец двух красноухих черепах. Даша дважды участвовала в биотопном конкурсе. Первый, Финский залив, занял почетное 62-е место в прошлом году. Болото в парке, Эверглейд, 93-е место в этом году. Этим летом вновь будет проходить конкурс биотопных аквариумов, в котором я планирую принять участие. Боюсь, с такими конкурентами я и в 100 лучших не войду. Здравствуйте, меня зовут Даша Кондакова, мне 11 лет, я учусь в пятом классе 438-й школы. Три года назад я пришла в урок аквариумистики. На этом кружке мы учимся дизайну аквариумов, содержанию рыб и водных черепах. Я расскажу о содержании водных черепах, желтоухих и красноухих. Часто таких черепашек продают на рынках, очень маленькими, и говорят, что они останутся такими, и вырастут максимум на 2 сантиметра. Но это неправда. И когда их заводят, когда они начинают расти, их часто выбрасывают. И потом они могут умереть. Иногда они выживают, но сильно заболевают. Их находят в канализациях и просто на улице во всяких прудах. Иногда их подбирают, но также они могут умереть. Из-за води этой черепаху надо знать, что ей нужен большой аквариум. 120 литров на одну взрослую лоску. Но даже пока черепашка маленькая, ей нужен уже объем, чтобы она могла расти. Да, она будет расти медленней, но внутренние органы будут расти, и черепаха серьезно заболеет. Они живут довольно долго, до 45 лет. Их размер самок превышает размер самцов. Самка примерно 30 сантиметров, самец меньше. Самки более активные и больше едят. Но некоторые самцы бывают такими же. У меня дома живут пара красновых черепах, граф и маркиза. Чтобы их содержать, нужна ультрафиолетовая лампа, чтобы они получали витамины. И температура воды нужна составляет 20-28 градусов. Если температура падает меньше 20 градусов, черепаха может заболеть или умереть. Мои черепахи очень любят гулять, но часто гулять им нельзя. Когда лето, их можно выносить на улицу. И с каждым разом все больше. Сначала на 5 минут, потом на 10, потом на 20. Черепахам это очень нравится, где-то на солнышке. Особенно, когда они сыты, ходить по травке. Краснующие черепахи очень интересные животные. И все, кто хотят их завести, не знаете, что вас ждет. И никогда не выгоняйте их на улицу. Ведь они могут повереть. Поэтому заботитесь о тех, кого вы приручили. Посмотрите на фотографии этих биотопных аквариумов. Все эти аквариумы принадлежат детям. Эти работы приняли участие в конкурсе биотопов 2015. Всего было 26 детских работ. Профессиональные фотографии сделала Елена Мазурек. Кружок Светланы Кирилловой 3 раза в год проводит тематические живые выставки. Аквариумы оформляют ее ученики. Стоит сказать, что в Санкт-Петербурге 3 действующих детских аквариумных кружка. Однако во многих городах нашей страны их нет вовсе. Ребятам из аквариумного кружка Протоптер и Светланы Кирилловой огромное спасибо за участие в организации незабываемой конференции 2019. Протоптер и Светланы Кирилловой